здравствуйте друзья сегодня наш мастер-класс будет посвящен написанию вот такого вот букета эта работа была мной написана на формате 12 на 20 сантиметров затем я выставила эту работу на сайте эти и она была продана чтобы не деактивировать совсем объявление я решила опубликовать также на сайте эти эту картину но уже под заказ и вот недавно ко мне пришел опять заказ но уже на формат побольше это 6 на 10 дюймов вот такая вот картонка даже не картонка dvp загрунтованная без холста без всего просто загрунтованная dvp и сейчас на ней я буду повторять этот сюжет эти цветы как и первоначальная работа исходник я покрою фон серебряной акриловой краской первое что я сделаю у меня вот такая вот есть серебрянка залежавшийся какой-то там залежавшийся баночком вы можете покрыть любым другим цветом это может быть просто серый акрил это может быть какой-то золотой акрил от фона у нас практически ничего не останется чуть-чуть там местами будет выглядывать фон но больше это у нас будет как грунт использован поэтому если у вас картонки были не загрунтованы у меня уже просто сразу же загрунтована но можно было ее не грунтовать я сейчас просто покрою серебром а если бы у меня было не загрунтована это был послужило и сразу же грунтом акриловые акриловые краски это идеальный грунт под масляную живопись поэтому смотрите если вы не знаете чем грунтовать свои картонки или вот dvp то вот берите акрил который вы не используете в работе которого залежался который вам не жалко в один тонкий слой я сейчас нанесу эту краску не обязательно равномерно потому что сверху у нас пойдет слой масла будем писать мастихином и местами кистью все теперь нам нужно подождать чтобы слой краски высох так заготовка наша высохла вот такой получился фон не совсем равномерный но это не страшно сейчас я выдавлю краски вот такие цвета нам понадобится белила титановые дальше из красных это такой вот темно-розовый посмотрите можете выбрать тот который вы больше любите кадми красный светлый телесную я использую фирмы тициан можно неаполитанскую желтую взять охру какой-нибудь я беру охру золотистую немножко голубого я беру голубую пастельную и еще мне очень нравится королевская голубая фирма мастер-класс они очень похожи и зеленые оттенки в данном случае я беру веридоновую зеленую и вот такую вот vista артиста как же называется изумрудный светлый какой-то вот такой вот цвет светленький совсем вы можете взять краски который вам нравится ну понятно да зелененькие пара оттенков голубой какой-нибудь охру и телесную и пару красненьких и белила в качестве разбавителя я буду использовать двойник это 50 на 50 льняное очищенное уплотненное масло и разбавитель фирмы тик курила вот такой вот разбавитель 50 процентов и 50 процентов масла вот это все что я использую сейчас я выдавлю в небольшом количестве все на палитру и начну уже непосредственно к написанию работы и еще совсем немножко я выдавлю желтой кадме желтый средний чуть-чуть я его выдавлю может быть он и не понадобится даже и очень я люблю сейчас покажу какой цвет я его использую очень аккуратно небольших количествах краплак красный темный чуть-чуть я возьму для темных вот так вот все время течет сильно-сильно я вот так размажу по палитре все это все цвета которые я использую приступим начну описать кистью кисть я использую двух видов это рублев щетина формы овальная и это щетина фирмы пинакс больше мне нравится рублев чем пинакс не синтетику не 50 на 50 а вот чистую щетину не забудьте взять тряпочку обязательно в одной руке тряпочка в другой руке кисть сейчас я белила смешаю с небольшим количеством голубого чтобы так размяться положу несколько мазков фона не забываем про тепло холодность если в этой части у нас холодные оттенки то в этой части я положу немножко теплого не очищая кисти вот прямо как у меня был голубой цвет я беру немного телесного и рядом добавляю вот тот замес которое только что использовала чуть побольше добавь еще белила и у меня получился чуть-чуть такой грязноватый оттенок но он я бы сказал такой благородный и теплый нежели вот тот холодный голубой и я вот есть несколько мазков также положу кисточкой все теперь я возьму мастихин мастихин я использую вот такой формы это у меня итальянский мастихин номер по моему 51 но я в друзья вам сейчас советовать не буду вы возьмите мастихин который которым вы привыкли работать я пыталась найти такой мастихин и я и не нашла я заказывала через интернет-магазин 50 51 вот что-то похожее но мне приходили совсем другие такой формы но длинные или такой формы на короткий а вот именно вот такой формы так я и не нашла еще поэтому через интернет-магазин лучше не заказывать а ходить и смотреть так ну давайте приступим к написанию непосредственно бутонов размялись на фоне да несколько мазков положили и теперь непосредственно цветы также я беру телесный уже в чистом виде и чуть-чуть добавляю белил такой светлый-светлый теплый оттенок получился кладу один мазок и сразу убираем мастихин дальше я намешаю серединку вот этот вот розовый наш и чуть от красного краплака добавлю немного красным такого цвет серединки положу его и следующем нам мешать следующий мазок постоянные мастихин вытираю краски конечно уходит много но это того стоит тот эффект который мы добиваемся и вот так вот по кусочкам маленький мазочком я сейчас буду вылепливать формировать бутон это что-то у нас напоминает либо пионы либо розы что-то среднее то нас полу абстрактные цветы сейчас мне нужно сходство так как работа заказная вы не обязательно можете повторять мои шаги можете немножко экспериментировать отступать смотрите как работает мастихин и на палитре намешивая хорошо замешивая все цвета в один однородный тон и как кисть работает уже когда мастихин ложится на нашу заготовку назовем так его на холст хотя это не холодно сейчас я хочу подчеркнуть этот бутон зеленью не затягивая работу чтобы она у нас получилось довольно таки быстро и смешаю два этих оттенка зеленых и много вот так положу мазочков вернусь обратно к бутону интересный замес белилами и положу еще вот сюда в мазок возьму следующую серединку смотрите можете наметить рисунок кистью тоненькой кисточкой чуть чуть наметить будущий рисунок то есть вот здесь у нас бутон он уходит за пределы здесь у нас главный бутон здесь не распустишься какой-то бутончик маленький веточки и тут еще один бутончик такая композиция беру красный кадмий светлый чуть-чуть белил и формирую второй бутон к первому мы еще возможно вернемся одним движением я положила такой мазок и отступила немножко вытерла мастихин и теперь возьму серединку караплак розовый немножко туда же красного такая яркая серединка опять же довольно таки большое количество на мастихине одним мазочком может быть немного подвигая его на кладут мастихин так и отступаю опять вытерла мастихин и намешиваю вот это светлое пятно белила телесная чуть-чуть красного такой светлый мазочек сейчас будет здесь я могу уже поиграть то есть положил один раз не вытираем мастихин и второй мазочек так вот так уходящий на нет то есть тут основная масса краски оставь а тут она немножко как бы растворилась в холсте и сейчас я опять возьму зелень зелень добавлю туда немножко прямо вот этого крапу краплака красного для усиления насыщенности и подчеркну вот этот бутон и вот тот другой сейчас я наберу вот эту зеленую массу когда писала буквально она у меня получилось из нескольких движений и сейчас я попробую тоже этого добиться иногда вот такие вот трески я делаю движения это я делаю для усиления экспрессии чтобы работа не была замыленной а чтобы она была такой необычной до чтобы мазочки казались в движении чтобы вся работа двигалась вот смотрите я немножечко и желтого добавила чуть-чуть чтобы разбавить вот эту зеленку где-то совсем кончиком мастихина задам вот этот градиент смешаю фон зеленью чуть-чуть заведу зеленый на бутон а потом если что перекрою сверху хорошее свойство масляной краски что можно перекрывать один слой сразу же другим и оно как в акварели да не будет такого смешения немножко отдохну от бутонов и вернусь к фону возьму ту кисть я ее не чистила ничего намешаю светлый оттенок голубого немного телесного и вот тут прямо положу несколько мазочков смотрите чтобы у вас не все было одного тона положили несколько мазков еще добавьте например телесного и сделайте вот эту часть уже более теплую где-то может быть сразу с розоватым оттенком вот здесь мы оставим фон не зря же мы все это серебром делали где-то пусть он у нас просматривается если подмаралась кисть в зелени дам вы можете протереть кисточку и снова замешать вот так не жалейте краску берите побольше массы на кисть чтобы у вас чувствовалась вот такая текстура мазка пастосная живопись но не мастихином и вот именно кистью и вернемся обратно к зелени чуть-чуть я добавлю синего вот в тот замес из трех вот этих цветов зеленый светло-зеленый желтый чуть-чуть разбавлю холодком можете добавить ультрамарина маленько холодный зеленоватый благородный оттенок получился вот здесь таким движением я сейчас втираю этот цвет параллельно создавая градиент созданным уже фоном и вот с той зеленью вытру мастихин и и еще раз эту краску погоняю давай вот такой вот красивый переход вернусь немножко бутоном возьму красный телесного добавлю телесный он может даже отчасти служить белилами такой нейтральный цвет немного белью иногда макаю свой двойник но очень редко что и так краска жидкая вот одним движением сейчас вот такой мазок тут положу обязательно вытру мастерин потому что он замарался у меня в зеленке вытру и снова намешаю замес для нас для следующего мазочка так и чуть-чуть отдохну от процесса давайте продолжим сейчас мне нужно будет добиться сходства все-таки с оригиналом так как это у меня заказная работа немножко теплоты добавить вот этот вот угол видите я положил мазочки мы вытираем и стихий делаю растушевку намечу стебельки что не пропишу кисточкой чуть-чуть в зелень добавлю теплого желтого и вот здесь поработаю над листиками на кончике мастихина опять же это как 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 скульптор мазок взяли краску с палитры мазок и опять намешали и постоянно прищуриваемся и чуть-чуть отходим от работы идет работа сравнения под цвета тональности то есть темным мы подчеркиваем светлая светлый бутыл да под темными мазочками и отходя мы сразу видимо подчеркнули мы или еще недостаточно вернуть бутоном и постоянно там в зелень ухожу то 5 бутоном то немножечко фон подправлю чтобы глаз не замылился не замыливался на одном предмете а постоянно шла работа сравнения и работаем пятном да вот я намешала цвет взяла на мастихин и одним движением положила вот это пятно вот меня очень сейчас шагренистый фон получился из-за того что я грунт первоначально вложила валиком поэтому у меня одним движением не получилось если бы вы просто картон загрунтовали акрилами и мягкой кисточкой такой эффект ну просто одним движением получилось бы у вас положить краску красным мазок и теперь я намешаю немного голубого чтобы сделать вот такой вот переход как в исходнике голубой розовый и немножко тут кончиками стихина форму доработаю и сейчас намешаю ну верни вот у меня даже тут уже есть телесного с белилами вот этот вот яркий светящийся мазочки я положу на бутон такой вот немного мне не хватает вот здесь вот синенького я вот этот голубой почти в чистом веке чуть-чуть даже ультрамарина добавлю слишком яркий чуть-чуть телесного белил эту текстуру кисточка положу вот ведь я подчеркнул этот вот бутон ну тут вот у меня вся изюминка что мазок кисточка широкой а я сейчас взяла тоненькую и как бы вот сломала весь этот мазок поэтому я возьму опять широкую кисть намешаю этот оттенок и просто так вот повторю мазочек видите вот текстурка от кисти осталось вот я думаю что благодаря вот этому эффекту человек увидел текстуру мазка и она ему очень понравится это конечно мои догадки и вот как бы хочется ее оставить чтобы человек не разочаровался когда получит свою работу чтобы все-таки он получил примерно то же самое что и видел когда заказывал картину так давайте немножечко вот этот вот он поработаю над ним то здесь розовый в очень сильном разбили вот одним мазочком и сразу же поддерживаю свет да вот здесь у нас падает свет и поддерживаю сразу же тенью цвет тень могу так вот подчеркнуть краешком мастихина по форму показать даже маленечко кисточкой опять для текстуры так вот здесь вот не хватает того фона серебристого поэтому вот этот вот бутон он маленько теряется ну и для начала я серединку еще сильнее подчеркнул а потом я все-таки возьму чистой тряпочкой и вот ту лишнюю краску уберу чтобы остался тот наш серебристый фон практически вытираю вот этот кусочек масла вот вернула так еще . положу мазок теперь я возьму совсем тоненькую щетинку кисточку и покажу стебельки желтый цвет немножко там зеленым примарно таким вот одним легким движением провожу линию стебелька также здесь так а тут у нас еще один бутончик я его не увидела сейчас я к нему вернусь на темной зелени он совсем как у нас такой светящийся получается и теперь уже доработку кончиком стихина какие-то детали добавляю тень у стволов листочки постоянно глаза у меня бегают то на экран планшета то на работу сейчас я вам показываю еще как работать с картинами которые вам возможно будут на заказ чтобы как по максимуму добиться сходства чтобы покупатель потом не разочаровался что ему пришла совсем другая работа немножко еще над этим бутоном поработаю все таки у нас центральный вот немножко зелень попала да и сейчас я просто перекрою сверху мазочком вот все масло отличный материал чтобы перекрывать не дожидаясь высыхания и немного холодного соблюдаем тепло холодность без нее тоже никуда если все писать только теплым цветом ну будет по крайней мере скучно и грустно поэтому всегда все на нюансах теплое холодно тепло холодно вот такой букет получился друзьям возможно у вас процессе работы получится конечно немножко другое и это даже будет правильно когда вы усвоенный материал интерпретируете по-своему а я вас учу техники и каким-то небольшим а зам живописи не забудьте поставить подпись спасибо за внимание